МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот они, деньги АО МММ. Два миллиарда рублей, несколько комнат, забитые мешками денег. Оперативники в шоке. В первые минуты они даже боятся называть сумму, которую удалось изъять. В маме обнаружено очень много денег наличных. 27 июля 1994 года перед офисом АО МММ 5 тысяч обманутых вкладчиков. Большинство вложили в пирамиду Мавроди последние сбережения. Смотрите, я не верю, поверила, мол, ути. Я с родителями заложила единственную квартиру. То есть 21 сентября мы остаемся на улице. Нам с веселой музыкой говорили, что дорогие, уважаемые акционеры. После этого нас пинали ногами, за волосы женщин пожилых оттягивали. Люди продолжают слепо верить в то, что Сергей Мавроди им все вернет. Господа наши правительства, скажите, куда они мне обратиться? Стихийный митинг перерастает в шествие по улицам города. Самые стойкие вкладчики доходят до Красной площади. За Россия, МММ! За Россия, МММ! Пока люди пытаются понять, что происходит и кому верить, деньги снова исчезают. Путанные объяснения чиновников только накаляют обстановку. Деньги были вывезены в 45 мешках. Сейчас ведется их подсчет. Они находятся на ответственном хранении в одном из центра банка. Так рухнула одна из самых мощных пирамид начала 90-х. Но куда увезли деньги МММ? Ну, странные ощущения. Я не узнаю ее, честно говоря. Вот здесь, по-моему, были какие-то решетки. А это уже 13 лет спустя. После недолгого депутатства, нескольких лет в бегах и 48 месяцев в тюрьме, Сергей Мавроди возвращается к истокам. Основатель самой высокой в России финансовой пирамиды в своей родной школе номер 35. Здесь он впервые продемонстрировал учителям свои таланты. Он математик великий был, господи, как олимпиады. Его же на олимпиаду, он, наверное, не помнит. Среди учителей Сергея Мавроди по странному совпадению ни одного обманутого вкладчика. Правда, отговорить собственных детей смогли не все. Я нет, я, конечно, дочь моя собственная. Еще лет 10 назад их можно было увидеть во всех городах России. На раскладном столике три перевернутых стаканчика. Под одним из них маленький поролоновый шарик. На пирсуснике ловко перегоняли шарик туда-сюда. Угадаешь, где шарик, получишь немалый выигрыш. Не угадаешь? Будет платить, пока кушелек не опустеет. Но угадать невозможно. Шарика под стаканчиками нет. Он в руке у мошенников. 90-е наперсточники быстро исчезают с улицы. Теперь мошенники забирают людей не червонцы и пятерки. 9 миллиардов долларов столько заплатили вкладчики продавцам воздуха. Игра в пирамиды оказалась очень похожа на игру в наперстке. Вязался? Значит, попал на деньги. 15 ноября 1991 года. С этого дня можно свободно покупать и продавать иностранную валюту. Обменные пункты появляются почти на каждом углу. Реформаторы уверяют, это первый признак рыночной экономики. Но что такое рынок, не знает, пожалуй, никто. Я бы хотел деньги поменять, доллары. Вот, пожалуйста, у меня их немного. Я бы с удовольствием надеялся, что у меня нет денег. Сейчас такое положение везде. А вскоре гражданам приходится вникать в смысл незнакомых раньше слов. Котировки акции биржа. В 92-м году правительство даже издает специальный указ о биржевой торговле. В России 700 бирж больше, чем во всем мире. У нас не было реального рыночного опыта. Мы не знали, как все это работает в реальной жизни. Главным символом рыночной экономики для рядовых граждан становится обыкновенный базар. Миллионы людей вынуждены менять профессию. Учителя и врачи становятся продавцами на вещевых рынках. В народе им дают хлесткое прозвище «челноки». Челноки пересекли границу и празднуют удачное возвращение домой. Автобус забит товаром под завязку. Даже в салоне от сумок не протолкнутся. Но радоваться рано. В дороге всякое может случиться. Переодетые в гаишников бандиты всегда знают, какой автобус останавливать. Накаркала, а? Оставаться! Наливай! Наливай! Ты что, смотри, ты что? А теперь, товарищ коммерсанты, выкладываем все деньги в сумочку. С такими лучше не спорить, выведут в лес и закопают. А ну, прекратите беспредел! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда на телеэкранах появляется кричащая реклама, призывающая делать деньги из денег... Ё-моё! Многие решают, это и есть самый настоящий капитализм. И вскоре в моду входит красивое французское слово «рантье» – человек, живущий на проценты. 31 июля 1991 года в московском митрополитене все турникеты были отключены. Кассиры ушли в отгул. А ОМММ объявила этот день днем бесплатного проезда для всех жителей и гостей столицы. Акция стоила Сергею Мавроди более миллиона долларов. Зато его фирма за один день стала знаменита на всю страну. Так наследник великого комбинатора открыл для себя великую силу рекламы. Я не халявший, я партнер! Артист Владимир Пермяков, сыгравший Леню Голубкова, за съемочный день получает 250 долларов. Месячная зарплата среднестатистического россиянина. Куплю жене сапоги. Я спросил, говорю, Тамара, а кого играть? Она говорит, я тебе потом скажу, оденься, мол, похуже. И только когда я уже пришел на съемочную площадку, мне режиссер объяснил задачу, и я понял, что это реклама. Сергей Мавроди не был монополистом на всероссийском поле чудес. В подмосковном Подольске над умами граждан властвует компания, вернее, ИЧП, индивидуальный частный предприниматель, зато с громким названием – Властелина. Она гордилась тем, что у нее и процент больше, и срок возвращения привлеченных денежных средств короче. Властелиной провозгласила себя бывший кассир маленькой парикмахерской Валентина Соловьева. Ее главный козырь – не громкая реклама по телевидению, а связи в высших эшелонах власти. В то время были крыши у всех, и у меня тоже. Общий язык колоритная мама Валя находится всеми. Даже с Сергеем Тимофеевым, или, как его называли в определенных кругах, Сильвестром – гангстером номер один в Москве. Это нас знакомил Кобзон, я не стесняюсь об этом сказать. Сам был Сильвестром, он пришел со мной на встречу, мы встречались в интуристе. То есть они нанимались ко мне, как крыша, и сказали, тогда у тебя не будет проблем. Мама Валя университетов не заканчивала, и звезд с неба не хватало. Они сами падали в ее радушные объятия. Психологический расчет властелины попал в цель. Если артисты доверяют маме Вале собственные деньги, значит, дело выгодное. Она подошла к нам и сказала, ребяточки, ну, чем вам помочь? Сказали, честно, вот, да, совсем было плохо с деньгами. Вот клип снять, она застала 20 тысяч долларов и дала нам на клип. А муж не пошел за пипу. Продюсер Алексей Мускатин лично знакомит Валентину Соловьеву с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и еще с добрым десятком звезд эстрады. Он помнит, у властелины был свой подход к артистам. Она мне выдавала 100 тысяч. По 10 тысяч каждому исполнителю. 10 исполнителей. По два номера каждый выступал. Бабкина, Кальянов, Вуйнов, Шифрин. Они всегда были. Рядом с артистами, которых обожают миллионы, Соловьева и сама начинает чувствовать свою значимость. Властелина личным примером доказывает, что даже кухарка может стать мультимиллионером. Даже подержанная иномарка по карману не каждому. Новая «Волга» – мечта любого отечественного автолюбителя советских времен. Просторный салон обит велюром или кожей. На передних сиденьях даже есть подголовники. Безопасно. Минус один. Цена. По тем временам 20 миллионов рублей. Почти 5 тысяч долларов. Для простого труженика слишком дорого. Поэтому на «Волгах» ездят чиновники, таксисты и продавцы мандаринов. Строители финансовых пирамид предлагают продукцию горького автозавода за полцены. Они уверяют – теперь «Волга» по карману каждому. Своим вкладчикам Валентина Соловьева обещает не деньги, а автомобили. Первые 9 месяцев рассчитывается с каждым вкладчиком. Можно сейчас еще ни одного водителя остановить на улицах Подольска, спросить, какого года у тебя машина, и сказать, что купил во властелине. В городе говорят – деньги Соловьева хранит в своей квартире, в огромных коробках. В институте, где учился Сергей Мавроди, своего самого известного ученика помнят не только преподаватели. Автографы начинают просить прямо на крыльце. Декан факультета прикладной математики своим воспитанникам гордится, даже несмотря на его скандальную сламу. Самое интересное, что у нас готовят каких-то суперруководителей. Первое – Сергей Мавроди. И второе – директор ФСБ Ковалев Николай Ильич. В 94-м году в Россию приезжает Виктория Руфо, звезда суперпопулярного тогда мексиканского сериала «Просто Мария». Ее встречают как народную героиню. Виктор, я люблю тебя. Как давно я тебя не видела. Когда звучал этот голос, страна в прямом смысле вымирала. Любовь Германова озвучивала «Просто Марию» и в кино, и во время ее приезда в Россию. У меня потрясло, как ее встречали. Встречал наш народ. То есть эту машину, в которую она приехала, чуть ли не подняли на руки. Шуба не устилала с дорогой. У Мавроди появляется гениальная идея. Он использует все свои связи и буквально заманивает популярную актрису на съемочную площадку. Какой ты добрый, какой ты хороший, Мария. Всего две ничего не значащие фразы. И МММ взлетает на вершины народной популярности. Ну уж если сама «Просто Мария» с ними. В газетах писали, одни говорили, что это калаш, другие говорили, что это двойник. Хороший он парень, подумала Мария. «Просто Мария» уехала из России с самыми теплыми воспоминаниями. Но она даже не догадывалась, в какую историю попала. Лишь несколько месяцев спустя Виктория Руфа подаст в суд на ОММН за незаконное использование своего образа в рекламной кампании. Это Гаяс Мустакимов. По образованию врач. В начале 90-х он бросает работу и становится частным предпринимателем. Весьма успешным. Сегодня он уже экстрасенс. Специально перед телекамерой разгоняет на небе облака. Он растет, наоборот. Паранормальные способности у Гаяза Муслимовича появились не сразу. А только после того, как простой русский мужик Леня Голубков околдовал его с экрана телевизора. Если бы я знал о своих способностях в те годы, я бы тогда все это предусмотрел. Тучи, которые теперь пенсионер разводят руками, сгустились над ним, когда он вложил в ООО МММ все деньги, которые откладывал на новую квартиру. Там у меня денег хватило. Уже хватало на трехкомнатную квартиру. Но новоселье пришлось забыть навсегда. Зато открылась способность предсказывать будущее. Оно казалось безрадостным. В резиденции паранормального вкладчика на долгие годы осталась однокомнатная хрущевка. Ну вот я и в капре. Я свое вылечиться, я чувствую достаточно комфортно. Негодяй, пи***ц, я поправку в страну, не, серьезно. Этот импозантный молодой человек Лев Константинов, бывший президент финансового монстра Хапер Инвест. По данным следствия, за три года работы Хапер выкачивает из карманов доверчивых людей 500 миллионов долларов. В Хапре оказываются не только простые граждане. Ну я помню, как мама гордо принесла домой акцию Хапер Инвеста и со словами вот это же вот нам рекламировали, это должно все вырасти. В общем, так мы с этой акцией остались. Идейный вдохновитель компании Хапер Инвест Лея Константинова. Ее нет ни на одной пленке, она всегда остается в тени. Зато все документы подписывает только сама. Рисковать родным сыном она не собирается. Хапер Инвест это был какой-то мальчик по-моему с мамой. Он так держался за маму. Он какой-то такой смешной, очень не очень развитый как мужчина. Я его очень плохо помню. Помню очки, помню вот у меня было ощущение, что он сильно маму за коленку гладит. Все финансовые пирамиды в 94-м году сложились в один момент, как карточный домик. Экономисты уверяют, так и должно было произойти. Мы сжигаем гроб с иллюзиями россиян, обманутых вот этим спекулятивным хищническим шкурным соблазном. Тогда, в начале 90-х, никто из вкладчиков не подозревал, что у Сергея Мавроди был предшественник. Американец Глен Тернер за несколько десятилетий до Мавроди основал финансовую компанию и заработал на ней 300 миллионов долларов. Это уже позже. После краха МММ заговорили о том, что всю схему бизнеса Мавроди в буквальном смысле списал у своего заокеанского учителя. И даже так называемые Мавродиевки были как под копирку срисованы с американских Тернеров. Тот же портрет отца основателя. Та же цветовая гамма и даже расположение букв схожи. Август 94-го года. Налоговая инспекция накладывает на одно из подразделений АО МММ штраф 50 миллиардов рублей 20 миллионов долларов. Оказывается, Мавроди не платил налог. Строитель пирамиды сразу заявляет все происходящее провокация. Превратили его в Мавроди не знаю мы с кого. Нечего его обхахатывать. А его освобождать надо сразу было не садить, а разобраться куда деньги ушли мои. Мои, мои деньги куда ушли. Следователи подсчитали, за полгода своего существования АО МММ выудило из вкладчиков около 300 миллионов долларов. Вывозили только наличных денег только из одного офиса 17-18 крузовиков. Сам Мавроди уверен в себе. Почему? Непонятно до сих пор. Не потому ли, что он знает, где деньги МММ? Я могу скомандовать на креду. Будет гражданская война. Финансовую пирамиду ХАПРА правоохранительные органы разносят по кирпичику. Но крайними оказываются обычные служащие, такие, как Евгения Романова, управляющая пензенским филиалом. Ее обвиняют во всех грехах и следователи, и простые вкладчики. Ой, да мне и дом поджигали, квартиру поджигали, и колеса прокалывали в машине, которая была у нас с мужем. И еще в 96-м, а дочь не покончила с собой. Я уже не мало, а выдерживайте. Я была страшной ситуацией. А в Подольске без вести пропадает бухгалтер-властелины Александр Левченко. А вместе с ним и деньги вкладчиков. Следствие было уверено, что Левченко ударился в бега. Но действительность оказалась страшнее. В 94-м в Подольске без вести пропадает бухгалтер-властелины Александр Левченко. Только через два года следователям удается узнать, куда исчез главный финансист Валентина Соловьева. В 96-м году нашли его машину в лесу сожженную. То есть его сожгли заживо. Это заключение о смерти Александра Левченко. Но его тело так и не было найдено. Вдова пропавшего бухгалтера до сих пор верит в чудо. Я была в ужасе, когда увидела эту машину. Следствие прекратилось. Мне говорят, что Саша погиб. Но я-то чувствую, что он жив. Вернуть деньги, вложенные во властелину, не могут даже очень известные в стране люди. Алла Пугачева по свидетельству ее друзей теряет во властелине 1 миллион 750 тысяч долларов. На эти деньги Примадонна собиралась открыть свой театр. И даже объявила о том, что завершает карьеру певицы. Крах властелины возвращает Пугачеву на сцену. После властелины прямо буквально через два месяца был подписан контракт с Лисовским на 50 концертов за 5 миллионов. Терпила ломанулся к ментам с заявой. Типа держал бабки под крутую хату. Но кореша подвинтили мазу с клевой конторой. Базарили реально срубить немереного вандоса. Как лох вписался в тему по полной. Но контора накрылась медным тазом, а крученный пахан сварил за буго. Ни бабла, ни навара. Граждане начальники, верните кровные, а крысу на кичу. 97-й год. Суд по делу властелины. Город Реутов. ДК Дружба. Здесь каждый день не обходится без сюрпризов. Кого бы вы хотели увидеть в качестве свидетелей здесь на процессе? Надю Баткину. А еще? Ну, еще бы хотелось бы мне Кобзону увидеть. Однажды к приезду Валентины Соловьевой не успели установить железную клетку. А на другое заседание пришел свидетель, которого даже не вызывали. Второй год вот я не получу денег. 1300. Вы пришли деньги получили? Ну да. Ну, тогда седайте все. На судебных заседаниях председатель зачитывает Соловьевой письма от звездных друзей. Валя, берегись себя, не волнуйся, все тебе верят, в том числе и я. Пугачева, 1 июня 96-го года. Приговор. 7 лет лишения свободы. Но мама Валя не собирается унывать даже в камере следственного изолятора. И там я властелина. Мне даже пишут на властелину. Или еще есть такое подпольное, что ли, Крикух, как сейчас называют, мафия. На волне всенародной любви в октябре 95-го в Мавроде получает депутатское кресло в Государственной Думе. Но у кормила власти Сергей Пантелеевич пробудет недолго. Депутаты единогласно лишат его неприкосновенности. После этого создатель МММ скроется от правоохранительных органов. Найдут его только через 8 лет в собственной квартире. Проникнуть в самое сердце пирамиды под названием МММ получается только с помощью альпинистского снаряжения. Хороший он парень, подумала Мария. АО МММ. Коллекция бабочек и тогда, и сегодня главная страсть Сергея Мавроди. Красивые насекомые символ его компании. Но живых тропических бабочек он видит впервые. Вот так я бабочки собирал, и они похожи на М, чем развернутая бабочка. Поэтому пришла, естественно, в голову идея, что вот три бабочки, вот и есть МММ. Создатель хапра Лев Константинов бежит от правосудия в Израиль. Его маму Лию Львовну арестовывают в августе 97-го. Последние месяцы своей жизни Лия Константинова ведет дневник. Пишет, обращаясь к сыну, ради которого и создавала семейную пирамиду. Из дневника Лии Константиновой. Я остаюсь одна в темноте, тоске и ожидании. А вдруг? Ну, какое тут вдруг? Зашел старший по конвою и сказал, что приговор переносится на 16 апреля. Суд приговаривает Константинову к 8 годам лишения свободы. Отсидит она только 4. По информации следственных органов, ее сын вывез за границу миллионы долларов. Пытался заниматься недвижимостью, но потерял все. Я полгода ночевал на полу в онкологических диспансерах в Израиле в езде. Я получал от этого огромный кайф, пока мама не умерла, пока я не покорил. Этот рисунок создательница Хапра сделает для сына незадолго до своей смерти. Лев Константинов увидит дневники и письма своей матери только после ее смерти благодаря нашей программе. Украденные деньги счастья Константиновым не принесли. Под руинами финансовых пирамид было погребено более 40 триллионов нединаминированных рублей. Почти 9 миллиардов долларов. Миллионы обманутых вкладчиков так и не увидели ни молочных рек с кисельными берегами, ни обещанных золотых гор, чудо так и не произошло. Лихие 90-е урожай из поля чудес. Собирали только мошенники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова